Сеня, вы знаете, дом, который вы видите перед собой, единственный в своем роде. Другого такого в России нет. А что в нем особенного? Обычный деревенский дом. Это не просто дом. Скоро здесь появится пруд с рыбками, заведем лошадей, будут петь птицы. А главное, что мы с вами это сможем увидеть и услышать. А те, кто здесь находится, не смогут этого сделать никогда. Жанетта, как получилось, что здесь, в Троицке, появился первый в России дом для слепоглухих? С 1998 года существует общество социальной поддержки, межрегиональное общество «Эльвира». Появилась возможность открыть дом для слепоглухих. Я правильно понимаю, что этот дом не то же самое, что привычный интернат? Нет, конечно. Здесь работа индивидуальная. Полностью, тотально слепые и глухие. Глухие, которые немного видят, и слепые, которые немного слышат. Поэтому им нужна каждому своя индивидуальная программа. Когда слепоглухие узнали, что у них будет свой дом, они очень обрадовались. Они все хотят здесь побывать. А вообще, насколько это острая проблема в масштабах страны? Много у нас слепоглухих? За последние два года выявлено 2000 слепоглухих. В общей сложности считается, что их от 12 до 15-16 тысяч. Этот дом расширяет возможности решения проблем слепоглухих. Этот дом создает домашние, уютные условия, в которых слепоглухие чувствуют себя свободнее, раскование и проявляется желание активнее проявлять себя и учиться развивать свои способности. Слепоглухие делятся на две категории – словесники и жестовики. И те, и другие не видят и не слышат, но первые могут говорить, вторые общаются только жестами. Обычный сурдопереводчик здесь не поможет. Для общения со слепоглухими нужны особые люди – тифло-сурдопереводчики. В этом доме в том числе тренируют и таких специалистов. Насколько сложно научиться общению с собеседником, который тебя не видит и не слышит? Попробуем это сделать. Сегодня я присутствую на курсах тифло-сурдоперевода. Здравствуйте или приветствую вас. Я рада видеть вас на курсах жестового языка. Наше занятие сегодня началось с языка жестов. Утром была хорошая погода, светило солнце. Что конкретно слепоглухие делают в этом доме? Слепоглухие приезжают группами. Одновременно может у нас проживать 6 человек. Проживают они по 2 недели, в течение которых мы их обучаем компьютерной реабилитации, социально-бытовой реабилитации, профессиональной реабилитации и обучаем тифло-сурдопереводчиков. А что такое профессиональная реабилитация? Эти люди что, могут работать? Да, они могут осваивать какие-то прикладные ремесла, рукоделие, например, валяние из шерсти. А тифло-сурдопереводу вы учите и слепоглухих, и тех, кто будет с ними общаться? В основном мы обучаем именно переводчиков, зрячих слышащих. На сегодняшний день на стране их человека 3-4. Переводчиков профессиональных, владеющих тифло-сурдопереводом. В идеале нужно на одного слепоглухого 2 тифло-сурдопереводчика, то есть на всю Россию требуется 24 тысячи. Когда приехала группа из Дании на конференцию, у одного датчанина было 3 тифло-сурдопереводчика, которые менялись каждые полчаса. У нас группа из России была из 30 слепоглухих, и на всю группу было 2 тифло-сурдопереводчика. Мы хотим, чтобы у слепоглухих появились не просто социальные работники, которые купил хлеба, вымыл пол и дальше убежали, а чтобы появились друзья, которые и это делали, но не забывали главного. То есть дарить им мир, радость общения с миром, то есть быть некими проводниками, ангелами-хранителями. Поэтому одна из главных задач этого дома – именно создать институт тифло-сурда друзей. Я совершенно не ожидал, что будет столько желающих наших прихожан. Мы думали, что будет человек 20 учиться, а потом как бы отсеяться, потому что увидишь, что тяжело. Через 3 занятия их уже стало 30. То есть количество не убавилось, а прибавилось. Дождь. Дождь. Есть дождь. Все преподаватели на этих курсах глухие, поэтому занятия идут с переводчиком или в полной тишине. Общение проходит с помощью надписей, картинок и жестов. На улице. А, на улице. Тепло. Не-не-не. На улице. Холодно. Очень холодно. А слепоглухими становятся с рождения или в течение жизни? Чаще всего либо в раннем возрасте приобретают эту инвалидность после тяжелых инфекционных заболеваний, либо во взрослом возрасте после тяжелых аварий или неврологических заболеваний. А в России вообще есть какие-то специализированные учреждения для таких людей? Есть один на всю Россию детский дом в городе Сергеев Посад для слепоглухих детей. Он может принять 10% слепоглухих детей. После 18 лет этим детям некуда идти. Если их не забирает семья, то детей определяют в интернаты чаще всего для психически больных людей. Слепоглухота – это непризнанная на сегодняшний день инвалидность. Поэтому слепоглухие испытывают проблемы реабилитации. Для них нет специальных реабилитационных программ государственных. Они не получают адекватную помощь. Самая главная цель фонда – это стать сравнником между миром зрячьих слышащих и миром слепоглухих. Вторая задача – это попытаться сделать так, чтобы качество жизни слепоглухих улучшилось, чтобы они смогли почувствовать себя полноценными членами общества настолько, насколько это возможно. У нас есть идея провести конкурс среди молодых дизайнеров и архитекторов для того, чтобы спроектировать такую модельную доступную среду для слепоглухих. Это люди, которые живут в постоянной темноте. Для них очень важно ощущение пространства. Наша задача – сделать вот такое компактное, дешёвое пространство, стандартное, и, возможно, как бы растиражировать этот опыт потом по стране в тех местах, где, в общем, массово проживают слепоглухие. Добрый, гладишь по ладошке. Утро. Доброе. День. Добрый вечер. День. А-а-а. Поняла. Поняла. Жест поняла. Отлично. Общение с людьми лишёнными двух основных чувств – зрения и слуха. Возможно, только с помощью осязания. Их уши и глаза находятся на ладони. Именно в руку им выстукивают слова и фразы, словно азбуку Морзе. Так же они и отвечают. Михаила, теперь можно я попробую что-нибудь сказать нашему преподавателю? Пожалуйста. Да, как выглядит благотворительность в России – это фотография ребёнка, история и реквизиты. То, что мы сейчас обсуждаем в рамках работы Фонда поддержки слепоглухих – это системный подход. И одна задача фонда – это информировать общество, рассказывать о том, что существуют такие люди, рассказывать о их мире. Очень многие люди хотят помогать, но они не знают, как. И быть тифлосурдопереводчиком – это одна из возможностей помочь. Жанетта, а зачем вы всё это делаете? Неужели не было желания всё бросить? Да мы боялись, что нас бросят, а мы слепоглухих бросить уже просто не можем. Понятно, что одного дома для всех слепоглухих в стране не хватит. А вы планируете создавать другие такие же дома? Да, дом слепоглухих – это экспериментальный пилотный проект, это лаборатория, где мы отрабатываем схемы, технологии. И потом отработанный проект мы будем тиражировать в другие регионы России. Эти люди страдают серьёзным недугом, и их проблемами нужно заниматься всерьёз. Я рассчитываю, что фонд сможет такую работу наладить, объединит усилия волонтёров, религиозных организаций, некоммерческих организаций, специалистов, учёных. Тем более, что успешный опыт интеграции слепоглухих людей в общество, в общественную жизнь – такой опыт есть. Владимир Путин, 8 апреля 2014 года, заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Первая задача фонда – это выявить основную массу людей из такой категории инвалидности. И тогда мы сможем применять к ним какие-то разработанные, в том числе с участием фонда, программы обучающие. Это может быть такой вот дом, как Пучково, может быть, будет принято решение действительно о том, что надо такие дома тиражировать. Другое дело, что все такие программы обучения – это средства, которые, в принципе, должен саккумулировать фонд, сделать нормальные программы и стараться их тиражировать через все подобного рода учреждения. Фонд должен быть именно тем входящим окном, куда может обратиться каждый, кто хочет помочь. И каждому, кому нужна эта помощь, слепоглухой человек не может жить один, ему очень трудно. Поэтому всегда он находится на попечении либо у социального работника, либо у родственников, либо у друзей. И будет телефон горячей линии, по которой могут обращаться родственники и другие, те, кто взаимодействует со слепоглухими. Ксения. Ваше имя – Ксения. Да. Это действительно очень сложно. Я с трудом смогла запомнить свое имя, а расшифровать что-то другое, ну, без переводчика, мне кажется, это вряд ли возможно. Ну что ж, поблагодарим Надежду Владимировну. Хочу сказать спасибо. Спасибо. Да, пока. До свидания. До свидания. Пока. Пока. Жанетта – это и правда необычный дом. Жаль, что он единственный в своем роде. Да, но мы планируем создать еще как минимум 40 таких домов в России. И мы не гордимся своей уникальностью. И хотим только, чтобы таких мест для слепоглухих было как можно больше в нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин